Современный взгляд на события Второй мировой войны. В Доме Российского Исторического Общества представляют новые факты и свидетельства о советско-германском договоре о ненападении, больше известном как Пакт Молотова-Риббентропа. Он был подписан 80 лет назад, 23 августа 1939 года. Сегодня мы презентуем новый выпуск Вестника архива президента Российской Федерации. Документы, представленные в этом сборнике, подтверждают, что не Советский Союз, а именно Третий Рейх выступил инициатором заключения 23 августа 1939 года договора о ненападении. Для советской стороны это решение было вынужденным. В прочный мир с агрессором, конечно, руководство нашей страны не верило. Благодаря этим документам становится понятно, на чем основывались жизненно важные решения, которые принимали перед войной лидеры государств. И здесь есть неожиданные детали. Вы знаете, что удивительно, когда изучаешь вот этот период 30-х годов, это огромное количество поддельных советских документов. Их подделывали в разных местах, спецслужбы их покупали и поставляли эту информацию своему руководству. Этим занимаются англичане, французы, американцы и так далее. Мы не смогли все опубликовать, но в этом томе есть некоторые примеры вот их поддельных документов, циркулирующих в западных столицах. В этих же столицах дипломатами и послами велись разговоры, о которых мы тоже узнаем только сегодня. О недружелюбной позиции в отношении СССР больших геополитических игроков и неискренности малых, говорят данные наших разведчиков. Резинитура советской внешней разведки в Риме добыла документ итальянского посла в Таллине о беседе с заместителем министра иностранных дел Эстонии. Последний доверительно рассказал, что в случае войны в Европе СССР может попытаться пройти через прибалтийские страны. В связи с этим прибалтийские государства хотят взять на себя защиту германского рейха от возможного нападения на него СССР через их территорию. Другими словами, они рассматривали себя в качестве военно-политических союзников нацистской Германии. Возможно ли было предотвратить Вторую мировую войну и какие для этого имелись возможности? Новые публикации позволяют дать более ясный и развернутый ответ. Вы знаете, не очень корректно сравнивать с сегодняшним днём, но сегодня в национальных правовых документах и международных есть чёткое осуждение насилия, есть чёткое осуждение пропаганды расизма, войны и так далее. Ничего тогда этого не было. Все видели и знали, что такое майнкаф гитлеровский, все знали и видели, что такое реальная практика Германии, но никаких документов такого международного плана, которые можно было использовать, их не было. Вы знаете, история дана всем нам для того, чтобы из неё извлекать уроки. Один из главных уроков состоит в том, что любое государство, которое стремится править миром, не удается этого сделать. И это приводит к краху, так же, как и стремление обеспечить собственную безопасность за счёт безопасности других. Такие механизмы были выработаны уже позднее, в самом конце Второй мировой войны, в том числе на Международной Ялтинской конференции. Именно там были намечены контуры будущего послевоенного устройства мира и системы коллективной безопасности в Европе. Служба информации Российского исторического общества.